Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Это квасное, дорогие мои, сейчас мы квасим. Я капусту заквасила, и она уже с вот этот вот красный цвет, это не капуста красная, а это я туда добавляю свеклу. И, видите, процесс идет, все живое, вот оно все выбивает, пробивает. Это, как я вам уже рассказывала, пробиотики. Вот они, посмотрите, насколько они живые, вот они, посмотрите, они все действуют, вот, вот как я делаю. Все секреты, послушайте, слышите? Вот это пробиотики, кстати, это кабачки у меня с перчиком и с огурчиками, я их вместе. Посмотрите, как процесс квашения идет. Вот это и вот это живой квас, пробиотический. Кроме того, я пью этот квас, и квашу очень быстро овощи. Вот такая закваска дает овощной квас нам, пробиотический. И вы, конечно же, и разжижаете себе кровь, и улучшаете микрофлору. Слышите? А что мы делаем? Немножко добавляем обязательно сахар, подкармливаем пробиотические бактерии. И вот такое квашение происходит. Что пробиотики делают? Они же умнички. Они, вот эти бактерии, которые мы пьем, вот это я пью этот квас, и ем эти овощи. Посмотрите, какое оно живое все. И эти бактерии, они умнички, они распознают плохие бактерии и уничтожают их. Они уничтожают всякую нечисть в организме. Полностью и очищают таким образом микрофлору кишечника, улучшают, обогащают витаминами, очищают полностью стенки кишечника, просто выгребают весь мусор и обогащают вашу кровь. Через кишечник хорошо доходят потом все витамины, которые нужны. Видите как? Прямо просто живой процесс идет. Но я много не делаю. Видите, вот один трехлитровый бутыль, как мы говорим, трехлитровый баллон. И вот второй. Все. И они разные. Вот это, естественно, зелень, вы видите там. И обязательно здесь капусточка, свекла. И этот квас будет удивительный. Он еще не так играет, как тот. А этот уже просто суперквас. И вот на такой стадии я его выпиваю. Потому что здоровье нужно. И нам, и нашим близким, родным. Без этого никак нельзя. По врачам ходить у нас нет возможности ни у кого. Потому что ни одного врача не осталось в селе. В селе нет ни одного врача у нас. Скорые помощи, там кто-то спросил. Скорую не вызовешь. Там мне написали письмо, что этой женщине нельзя вызвать скорую. Или вы не слышите, или вы не понимаете, что происходит. Вот я отвечаю на письмо. Скорую помощь у нас вызвать невозможно. Ее просто не существует. Уже три месяца. Четвертый месяц. Я вам говорю, что мы оторваны от дома. От всего отрезаны. Даже вот эта связь, чтобы вам отправить вот это видео. Я еду непонятно куда. Упрашиваю. Сажусь там. Отправляю. Отвечаю вам на вопросы. И прошу помощи. И вообще. Я говорю, благословен тот человек, который отвечает нам. Да благословит вас Господь во всех сферах жизни. И внизу у меня всегда написано и мой адрес, и запишите обязательно на почту. Напишите, кто от кого. Я обязательно вас буду принимать у себя после войны. Я буду вас принимать как дорогих гостей. Поэтому мне на почту обязательно... Я имею ввиду, на имейл почта у нас не работает. Почта тоже у нас не работает. У нас ничего нет. Ни связи, ни телефона. Вообще ничего. На имейл мне напишите. Я всем отвечаю. Всем на имейл. Внизу все написано. Так что микрофлора кишечника – это микрофлора всего организма. Если кишечник работает ваш как часики, если вы пьете вот такой квас из квасного вашего, вы же квасите сейчас огурчики, и туда же кладите кабачки. И очень много зелени разнообразнейшей. И перчик кладите туда. И обязательно добавляйте сахарок. Кроме того, что вы там соль добавили, это сахарок. Сахарок добавляйте. Подкармливайте пробиотические бактерии. И пейте этот квас. Слышите? Вот это гарантия того, что вы не попадете в ближайшее время в больницу. И эта вещь очень хорошо разжижает кровь. Просто разжижает кровь. Замечательнейшим образом. Вот что такое квас настоящий. А не то, что там продают. Точно так мы делаем квас из всего. Из розы. Из лепестков роз я делаю квас. Точно так я делаю квас из акации лепестков. Из жасмина лепестков. Точно так я делаю квас из ягод разнообразнейших. И все. Кишечник ваш в радости скажет вам спасибо. Вот. Теперь по поводу вопроса. Анна мне написала. С помощью каких средств можно снизить повышенную вязкость крови? Нужно ли что-то менять в своем питании? Вот. Вот это вам ответ. Квасное, квасное, квасное. Делаем сами. Квасим сами. Не используя 9% уксус. Ни в коем случае. Ни в коем. Все должно само закваситься. Все должно само вот так работать. Вот. И выпивать. Выпивать вот эти растворы натощак. По утрам. И разжижайте кровь. Если у вас повышенная свертываемость. А вот я вам покажу. Смотрите. У меня календулка. Вот в такой чашечке. В календулной чашечке. Радует мне глаз. Я вас вот так поставлю. Чтобы вам тоже радостно было. И расскажу. Отвечу Анне. А Анне удобно. Она мне пишет, что мне удобно. Я работаю. Делаю дела. И вас заодно слушаю. И это меня радует. Всегда информация ваша нужная. Да, Аннушка. Я стараюсь благословить людей. Нужной информации. Для выживания. Для жизни. Жизни в здоровье. Вашей. Ваших родных и близких. И вот вы говорите. С помощью каких средств. Можно снизить. Повышенную вязкость крови. Нужно ли что-то менять. В своем питании. Первое. Включаем натощак. Квасное. И пьем. Вот такие квасы. Поставьте себе номер один. Я вам все показала. Рассказала. Предыдущие видео. Посмотрите. По поводу. Пробиотиков. И пребиотиков. Дальше. Если у вас повышенная свертываемость. И вязкость крови. В первую очередь нужно обратить внимание на свой образ жизни и питания. Первое. Исключите из рациона продукты, которые, ну так сказать, загущают кровь. К ним относятся мясной бульон насыщенный. И можете записывать это. Холодец. Это не ваш продукт питания. Колбасы, консервы. Все. Абсолютно все копчености. Они загущивают кровь. Солености. Ну не такие квасные, где я добавляю сахар и оно все, видите, вот так вот играет. Назовем это так. Играет. Нет. А соленое с этими, с использованием уксуса девяти процентного, это отрава. Дальше. Соленая рыба вам нельзя. Сушеная рыба вам нельзя. Вам нельзя сливки. Сливочное масло. Но вам можно козье молоко и козий кефир. И даже нужно. Разбавляйте молочко и кефирчик. И пейте. Знаете, как делают айран. Айран очень хорошо вам. Вам нельзя белый хлеб. Картофель исключите. Картофель загущает кровь. Сейчас я смотрю, многие нажимают на картофель. Нельзя. Загущает кровь. Из фруктов можно все. Но бананы слегка загущают. Могут навредить. Шиповник. Шиповник. Его нужно смешивать. Если вы пьете шиповник. Многие для сердца или еще. То тогда знаете, что делаете? Делайте его в компании с малиной или с листьями малины. Очень хорошо эта салицилка там есть. Она разжижает кровь. И в компании тогда будет хорошо нейтрализовать вот это вот шиповник. Свойство загущать кровь. А если в компании с малины, то все будет замечательно. Дальше. Смотрите с осторожностью к виноградному соку. И сладости выпечки вообще исключить. Выпечка и сладость это не ваше питание. Вот это первое, что я хотела сказать. И второе. Чтобы разжижать кровь, обязательно, я всегда говорю, пейте достаточно воды. А это не менее полтора литра в сутки. Два литра. Три. Это хорошо. Воды. Именно воды. В жару при повышенных нагрузках этот объем можно увеличить до двух с половиной-трех литров. Я вам рекомендую делать отвар из календулой. Почему я календулку сюда поставила? Календула очень хорошо разжижает кровь. И вы можете делать себе водичку и туда добавлять отвар календулки. Да, она слегка горчит. Но вы хотите разжижать кровь. Вы таким образом не только будете разжижать кровь, но еще чистить печень. Вы еще будете чистить кровь себе. Вот с помощью вот этого чуда. Чудо календулы. Вот это я хотела вам рассказать. Дальше. Которые растения сгущают кровь. Я вам скажу. Это. Избегайте. Зверобой, валерьяна, крапива, тысячелистник, кукурузные рыльца, горец почечуйный. Запишите себе и знайте. А разжижают листья, малины, листья, самородины. И вот эта вот чудная-чудная календула разжижает. Там потому что салицилка есть. Знаете, природный аспирин есть. Вот. Поэтому я вам советую, конечно, листья малины. Малины. Еще есть очень хорошая кора ивы белой. Тоже можно делать в компании с календулой, с листьями малины ваш чай. И кора ивы белой. Там много-много салицилки. Так сказать, природный аспирин. Вот. Разжижает кровь хорошо. Без неприятных последствий. И хорошо для нежной слизистой желудки. Там всего две столовые ложки вот измельченной вот этой смеси. Все в равных количествах. Заливаем двумя стаканами кипятка. И ставите на ночь в термосе. Утром пьете чай натощак. Замечательно. Замечательно. Но не менее двух недель, конечно. Мы же разжижаем кровь. Это не так, что таблетка волшебная выпила и все, пошло разжижение. Нет. Нет. То это будет химия. А это химия, которая на вас воздействует сразу через таблетки. Так она вам дает и на печень, и на весь организм потом. Поэтому хорошо. А если цветки шиповника, они тоже разжижают. Роза разжижает кровь. Лепестки розы. А не плоды. Плоды шиповника сгущают. А лепестки розы разжижают из шиповника. Вот так вот. Клюква хорошо. Клюквенный морс. Квас. Делайте вот такой квас клюквенный. Очень хорошо будет разжижать кровь. Брусничный квас. Прекрасно. Еще я бы вам посоветовала имбирный чай. По стакану имбиротерапию обязательно. Никогда не будет густая кровь. Вот зайдите ко мне на канал. И у меня там... Нажмите на мою фотографию. Да? Зайдите на канал. У меня там есть такой плейлистик. Называется имбиротерапия. Повыписывайте себе. Сделайте. Вообще у вас вопросов не будет ни по каким болезням возникать. Первое, что это да, будет разжижать кровь. Это будет восстанавливать флору, микрофлору кишечника. А еще укреплять мощнейшим образом иммунную систему. Поэтому никакие вирусы, никакой идеологии нас не коснулись в семье. Потому что вот у нас постоянный был такой вот друг имбиротерапия. К сожалению, имбиро у нас уже не продают в магазинах. У нас продают только продукты, с помощью которых мы можем выжить, выживать. И то, что выращивают в соседних селах, привозят. Но они продают за наличку, а налички уже ни у кого нет. А без налички, чтобы найти, это надо бежать вот к такому магазину, в котором я делаю вам отправление видео. Вот тут вот этот единственный магазинчик. Я вам его как-нибудь засниму и покажу, как люди туда приходят пообщаться с своими родными и близкими, чтобы написать им хоть пару строк, что мы живы, здоровы, и с нами Бог. Ну, не все пишут с нами Бог. Но если все начнут писать с нами Бог, то в эту же секунду наступит мир. Обязательно, дорогая Анна, пейте сок черешни, я вчера об этом говорила, с вишней. Полстакана черешни и полстакана вишни. Смешивайте эти соки и разжижайте кровь себе. Очень хорошо разжижает кровь. Очень. Сок черешни и вишни. Можете даже с водичкой смешивать вишневый сок. А черешни не надо. Не надо смешивать с водой. Либо вместе полстакана вишневого сока с полстакана черешни. Не только разжижать кровь будете, но еще и чистить ее, и насыщать красными кровяными тельцами. Это проверенное, великолепнейшее средство. Мало того, еще повышает гемоглобин мощно. Ну и, конечно же, физическая активность. Вот из всего того, что я вам сказала, вы обязательно найдете себе тот способ, который вам поможет. И да, еще забыла. Вместо соли лучше употребляйте заменители. Я имею в виду морскую измельченную капусту. Или солероз. У меня много про него видео. Посмотрите в разных-разных видео. Поищите солероз или измельченную сухую морскую капусту. Замените соль максимально, где только можете. Вот и все, потому что соль хорошо загущает кровь. Вот такой вот замечательный букетик у меня сегодня для вас. Для того, чтобы вы перед глазами держали это солнышко. Богом данное. Календулу. Вот в такой чашечке. Прекрасный. Здоровья вам. Божьих благословений. Пусть Бог оберегает вас, ваших родных и близких. А Святой Дух пусть укрепляет вас и ведет вас. Пусть утешает, успокаивает. Радость близка. Очень близка. Она с вами, она внутри вас. Это Божья радость. Это Дух Божий, который в каждом из нас. И всегда провозглашайте. Хвалу Богу. Всю славу. Потому что это Его творение. И никто не присвоит себе ни на секунду, ни на минутку то, что Он сделал для нас. Вот такой вам сегодня подарок. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok